Добрый вечер! В Украине 20.00 в эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Белышева. Без права на залог. В Одессе арестован дрифтер, устроивший смертельное ДТП. Когда старость не гарантирует мудрость. Зачем пенсионер обстрелял подростков из дробовика? Тревожный тренд. На востоке Германии снова намечается сценарий Хемница. По какому поводу правые сцепились с левыми на этот раз? Ода Киму. Почему Дональд Трамп нахваливает лидера Северной Кореи в своем твиттере? Впоследствии Одесского ДТП водителю, которого обвиняют в убийстве нескольких человек, сегодня избирали меру пресечения. Я напомню, в результате аварии в воскресенье ночью погибли два человека. Все подробности знает Андрей Анастасов. Олегу Семиренко грозит от 5 до 10 лет лишения свободы. По данным следствия, в субботу вечером 27-летний Одессит ехал по фонтанской дороге. С превышением скорости на запрещающий сигнал светофора не остановился. В результате БМВ Семиренко сначала столкнулся со Шкодой, а затем вылетел на остановку, где в тот момент были люди. Два человека погибли, пятеро пострадали. Подозреваемый свою вину признает. Я просто не помню, как это было все. В любом случае, то, что я ехал, привело к смерти людей. Слегка превысило. Пусто было. Я ехал в 80 где-то. Прокуратура просит суд отправить Семиренко в СИЗО на два месяца без права внесения залога. Суд эту просьбу удовлетворил. В интернете много видео, где Семиренко активно участвует в незаконных уличных гонках. Но подозреваемый уверяет, давно забросил стритрейсинг и ездит аккуратно. Я уже года два не увлекаюсь. Видео последнее, которое я загружал на Ютуб, может быть просто кто-то его перекачал и там другая дата. Тем временем, один из пострадавших в ДТП по-прежнему в реанимации. Сегодня, наконец, установили его личность. Это 37-летний мужчина из Житомирской области. Родные попросили врачей не сообщать прессе подробности о его состоянии здоровья. Известно только, что он в тяжелом состоянии, но есть положительная динамика. У мужчины, напомню, множество травм и частично ампутировано правое предплечье. Удалось стабилизировать показатели артериального давления. Улучшились другие жизненно важные параметры. Сегодня стали известны и подробности о двоих погибших. 55-летняя Алла Брядко жила недалеко от места трагедии. Здесь же, через дорогу, жил и 52-летний Сергей Каминский. Он 30 лет работал в городской поликлинике. Посещал тяжелых пациентов на дому, проводил реабилитационные процедуры, массажи и гимнастику. Он умел найти общий язык самым сложным по характеру пациентам. Оставить это безнаказанным, я считаю, нельзя. Ушел из жизни человек, который был нужен пациентам, сыну, жене, нам. За что? Алла Брядко работала продавцом-консультантом в аптеке. Подруга женщины вспоминает, это был очень добрый, светлый человек. И возмущена, неужели нет управы на стритрейсеров. И у меня всегда возникает вопрос. Вот скажите, почему, если мы их слышим, почему их не слышит полиция? Почему их не слышат люди, которые могут остановить этот беспредел? Что касается экспертизы на содержание алкоголя или наркотических веществ в крови водителя Олега Семеренко, то и результаты будут известны на следующей неделе. Сам же виновник ДТП утверждает, что был трезв. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности. Телеканал Интер. Одесса. В Николаевской области уставший от шума подростков пенсионер не нашел ничего лучше, как открыть по ним огонь из самодельного дробовика. Пострадали 12-летний мальчик и две девочки, 9 и 5 лет. Что так расстроило пожилого человека, выясняла Марина Михайловская. За дробью, наверное, я не знаю. Ну, ладно. Вмятины в заборе, на земле кровь. И это все, что напоминает о вчерашней стрельбе. Жители Новой Одессы второй день не могут прийти в себя. Жалуются. Сосед всегда вел себя агрессивно. Светлана Наливко рассказывает, трое детей гуляли неподалеку от дома пенсионера. И это, вероятно, ему не понравилось. Такие, что, ну, как, всем вред роби, обзываю, угрожаю, ну, и я сказала, детей завлекаю, обзываю нецентурными словами. Вот такая людина, ну, он хочет со всеми говорить, а потом ему, как надоест, он агрессивный стает. Утихомирить шумную компанию мужчина решил с помощью самодельного оружия. Но выстрелить не успел. Оно взорвалось у него в руках. Пострадали и пенсионер, и дети. Мне попало два раза в ногу, все за боком, и три раза в спину. Я случайно почувствовал, когда я стреляю, у меня был шок. В Николаев доставили еще одну пострадавшую девочку. У нее травмы немного меньше, состояние легче, но она находится в травматологическом отделении, и под наблюдением врачей определяется с тактикой лечения. Угрозы жизни детей нет. Стрелка полиция задержала. Мужчине понадобилась медицинская помощь. Ему оторвало палец на руке. Сегодня днем его перевели из местной больницы в СИЗО. Человек неодноразово потраплял в поле зоры правоохоронцев за скояние административных правопорушений, как то в чинении хулиганских дей, та появу в стане алкогольного спьянения в громадских местах. А также вчера, под час скояния этого пострела, человек также находился в стане алкогольного спьянения. Оружие отдалено экспертизом. Экспертизом на сейчас правоохранители выясняют, где мужчина его взял и почему держал дома. Марина Михайловская, Алексей Уманский. Подробности. Телеканал Интер. Восемь ударов ножницами. В киевской школе восьмиклассник напал на учительницу. Причиной стала отрицательная оценка. По словам директора, мальчик не справился с самостоятельной работой, после чего он схватил стул, бросил в преподавателя, разбил ей голову, а потом взял ножницы и несколько раз ударил в спину. Педагога госпитализировали. Ребенок тоже находится в больнице в шоковом состоянии. С ним сейчас работают психологи. Более десяти обстрелов за минувшие сутки на Донбассе. Боевики вели прицельный огонь и вновь использовали запрещенное минскими соглашениями оружие. БМП и крупнокалиберные минометы. Хотя провокации не ограничиваются только обстрелами. Об этом говорят военные. Подробнее о ситуации на линии фронта расскажет Геннадий Вивденко. Враг провоцирует как может. Возле укрепрайона шахты Бутовка сторонники Кремля демонстративно выкрикивают нецензурные ругательства. Слышно, как они нам кричат и нецензурные слова. И кропы вот такие-всякие пересеки. Но на провокацию не ведемся покуда. Что нельзя у нас в перемирии. В районе поселка Крымское наши бойцы даже стали свидетелями неадекватного поведения со стороны врага. Була у них ротация, пройшла. Первый день-два они вели себя спокойно, не выявляли себя. Потом, я так понял, до них прислали какие-то подкрепления, или инженерные силы их, которые себя проявили, как аватаризмом. Засвятилися, бегали по полю пьяные, друг друга ловили. Ну и чем себя и выказали. То есть тоже по ним не открывался огонь, потому что они не агрессивны были. На позиции вблизи оккупированного Донецка бойцы наблюдают за отвлекающими маневрами противника, поджогами и задымлением своих позиций. В районе Красногоровки и Марьинки противник перешел буквально к тактике выжженной земли. Здесь подсчитали, что дождя не было уже более 70 дней. Ветер дует в сторону украинских позиций, действует зажигательными пулями враг. Вот результат, как вы можете видеть. Идеально степная трава поджигается. Согласно разведданным, на этой неделе ожидается усиление провокации российских оккупантов на Донецком и Луганском направлениях. По данным совместного центра по контролю и координации вопросов по прекращению огня, там развернуто до 500 единиц в бронетехнике. Будет все видно, будем поселить дежурство, бдительность, будем спостерегать. У нас сейчас в данный момент перемирие, то есть, короче, будет все видно. Для Ивана из Киева это школьное перемирие вызывает особый отклик в душе. Его ребенок уже в восьмом классе. Четыре года отец сражается с оккупантами, чтобы сын и его одноклассники чувствовали себя в безопасности. Об ужасах войны не рассказывает ему принципиально. За это время Ивану не удалось отвезти своего сына на традиционную школьную линейку. Жалею, конечно. Хотелось бы повезти его в школу. Четыре года не ввожу его, как бы так получается, что не попадаю я на 1 сентября. Смотрю там по новостям, да, родители ведут своего ребенка. Я бы хотел повезти своего. Ну, видите, так получилось, что он на войне. На прошлой неделе во время школьного перемирия двое наших бойцов погибли. Девять-ра были ранены. Геннадий Вивденко, Вадим Ревун, Антон Чуженко. Подробности телеканал Интер из Луганской и Донецкой областей. Призыв в армию в этом году продлили на один месяц. Соответствующий указ подписал президент. Согласно документу, осенний призыв продлится с октября по декабрь этого года. То есть вместо двух пополнения в армию будут набирать три месяца. Я напомню, на срочную службу призывают мужчин в возрасте от 20 до 27 лет без физических отклонений и не имеющих освобождения или отсрочки от исполнения воинских обязанностей в армии. Польша не доверяет ОБСЕ. По крайней мере, до тех пор, пока не закончится военный конфликт на востоке Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чпутович на открытии двухнедельного совещания ОБСЕ в Варшаве. Он подчеркнул, что украинско-российский конфликт является одной из крупнейших угроз для Европы и самым серьезным вызовом для миссии ОБСЕ. Актеры снова протестуют. Коллектив Киевского областного театра имени Саксаганского сегодня собрался возле Киевоблсовета, выступает против нового руководителя и требует вернуть предыдущего директора. По мнению людей, конкурс провели с нарушениями. Коллектив театра объявил бессрочную голодовку. Часть людей остались у стен обл. администрации, остальные отправились митинговать к зданию кабинета министра. Мы вручим премьер-министр Украины, руководству уряду, от всех белецеркевцев, от жителей всей Киевщины, с проханием втрутиться в ситуацию, створить международную комиссию. В рамках этой комиссии дать оценку всему тому, что происходило сегодня вокруг театра, насильственное занятие руководства, погрозы. Мы в этом заявлении подкресливаем, что есть очень серьезная коррупционная складка, связана с тем, что пытаются отбрать сегодня у людей, у громады театр, для того, чтобы он служил потом чьим корпоративным интересам, чьим политическим интересам. Сегодня ночью иудеи встретили Новый год, отмечали по всему миру, в том числе и в Украине. На Рош-Хашана в 80-тысячную умань съехались более 30 тысяч паломников-хасидов, чтобы поклониться могиле пророка цадика Нахмана. Как прошел праздник и как теперь выглядит город? Видел Станислав Кухарчук. Едва зашло солнце, дворы пустеют, словно по отмашке. Хасиды расходятся по домам встречать Рош-Хашана. Ночью праздник плавно переходит на улицы. Евреи поют, танцуют и прославляют своего пророка цадика Нахмана. Но сегодня массовые гуляния не задались. Помешал проливной дождь. Хотя, уверяют паломники, плохая погода торжества не омрачила. Главное – близость к святыне. Какое самое лучшее место в мире? Нью-Йорк? Нет. Это самое лучшее в мире место для празднования еврейского Нового года. Спасибо, вы классные ребята. Пусть Бог благословляет каждую нацию и благословляет Нью-Йорк. Ближе к рассвету паломники расходятся отдыхать. А уманские коммунальщики спешат прибраться. Убрать весь мусор до утренней молитвы коммунальщики не успели. Но паломников это абсолютно не смущает. А вот местные жители возмущаются. Большинство соседей Валентины Дмитриевны сдают хасидам жилье. Пенсионерка этого не делает принципиально. Против паломничества ничего, говорит, не имеет. Лишь бы все проходило цивилизованно. Я за то, чтобы цивилизовали. Чтобы поставили туалеты, чтобы они не управлялись прямо на газонах и в кущах у меня. Вы понимаете, что оно уже воняет. Попроблем в районе паломничества хватает и без мусора. Полиция фиксирует множество мелких краж и ссор между хасидами. Этот богомолец пришел к полицейским жаловаться. Пропал паспорт. Впрочем, этот Новый год паломники встретили. Относительно спокойно констатируют в полиции. Прошлогоднее празднование закончилось взрывом гранаты. Я могу сказать, в этом году ситуация у нас очень контролирована. Больше задействованы на праздники полиции, блоку громадской безопасности. Как видите, ситуация моролюбивая и очень спокойная. Напряжение в Умане пойдет на спад уже завтра. К вечеру, когда паломники начнут разъезжаться по домам. А до тех пор хасиды будут молиться и смывать старые грехи в окрестных озерах. Кстати, водные процедуры проходят тоже под контролем спасателей. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности, телеканал Интер. Черкасская область. Украинский паспорт стал 24-м по спектру возможностей в мире. Среди прочего, паспорт гражданина Украины гарантирует безвизовый доступ в 90 стран. Еще в 41 государстве украинцы могут получать визу по прибытии. А для поездок в 67 стран должны оформлять визу заранее. В частности, визовый режим до сих пор действует для поездок в Японию, Соединенные Штаты, Великобританию, Ирландию и Китай. За два месяца борьбы с контрабандой таможенные поступления в госбюджет увеличились на 12 миллиардов гривен. Об этом во время совещания с главами таможенных управлений ГФС заявил премьер-министр Владимир Гройсман. По его словам, правоохранители получили доступ к базам данных и теперь могут в режиме реального времени анализировать ситуацию на границе. Также Гройсман презентовал сегодня новый таможенный комплекс. В частности, продемонстрировал, как сканируют грузы. Мы дали плюс 12,3 миллиарда гривен в бюджет нашей страны. Это новые школы, новые садочки. Это, в конце концов, мы должны понимать, что нам нужно финансировать украинские войска. Почему мы должны закрыть очи на все зловживания, которые делают страну беднее и слабее? И поэтому наша позиция наступна. Все органы правопорядка, прокуратура, НАБУ, СБУ, национальная полиция, пожалуйста, следуйте за митниками. А митники делают суммы на свою справу, чтобы никому не было повадно грабовать страну. Хемниц номер два. На востоке Германии снова неспокойно. На этот раз центром правых маршей стал городок Кетен. Почему там протестуют, знает Татьяна Лагунова. Марш правых, ответная акция левых и полиция, которая пытается не допустить столкновений. Это кадры из немецкого городка Кетен, который уже называют вторым хемницем. На акцию протеста правые вышли из-за смерти местного жителя. Он умер после драки с двумя беженцами из Афганистана. По данным, которыми мы располагаем на этот момент, в субботу поздно вечером в Кетене произошла драка, в которой участвовали два афганца и два немца. В ходе этой стычки умер житель города Кетен. Вскрытие показало, что у него было серьезное сердечное заболевание и, скорее всего, он скончался от острого инфаркта. Данных о том, что смерть могла наступить в результате нанесенных ему ударов, нет. Двое афганцев уже задержаны. Их подозревают в нанесении опасных для жизни телесных повреждений. Политики же призывают жителей Кетена к спокойствию и обещают не допустить таких беспорядков, как в Хемнице. У правового государства есть достаточно механизмов. Мы не дадим правым, которые съезжаются в Кетен, использовать и инструментализировать эту трагедию. Тем временем события в Хемнице могут стоить кресло шефу внутренней разведки Германии. Отправить Ханса Георга Массена в отставку призывают представители сразу нескольких немецких партий. Уволить главу федерального ведомства по охране Конституции хотят за одно интервью. В нем Массен сказал, что у его ведомства нет никаких доказательств, что во время волнений в Хемнице правые цели направленно преследовали иностранцев. Дескать, видеозаписи травли, которые публиковали и журналисты, и местные жители, могут быть сфальсифицированными. Никаких доказательств сам Массен не предоставил, и его тут же обвинили в непрофессионализме, попытке приукрасить ситуацию и даже в подыгрывании правым силам. Массен направил письменное объяснение своих слов министру внутренних дел и канцлеру, а в среду его заслушают депутаты Бундестага. Татьяна Лугунова, Павел Лысенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Спасибо товарищу Киму. Дональд Трамп в своем твиттере неожиданно расхвалил лидера Северной Кореи, которого еще не так давно в американской прессе иначе как диктатором не называли. Что Пхеньян пообещал Вашингтону, расскажет Дмитрий Анопченко. Дональд Трамп человек прямой. Что на уме, то и в твиттере. Пока отношения с Пхеньяном были на нуле, называл Ким Чен Ина не иначе как маленьким человеком-ракетой. Зато сейчас шлет ему в соцсетях благодарности. Президент написал дословно, дескать, докажем, что все неправы. Нет ничего лучше хорошего диалога двух людей, которые нравятся друг другу. Поводом для таких комплиментов стал военный парад в Пхеньяне в честь 70-летия образования КНДР, который прошел накануне. Все как всегда. Громкие пропагандистские лозунги, ликование масс, пушки и танки за одним лишь исключением. На юбилейном параде нет, казалось бы, самого главного – ядерного щита КНДР. Баллистических ракет, которые в прошлые годы обязательно привозили, чтобы и своему народу показать, насколько страна сильна, и мир заодно припугнуть. И вот сейчас впервые всего этого нет. Телеканал Fox News со ссылкой на свои источники сообщает, что решение принял якобы лично Ким Чен Ын, пытаясь таким образом продемонстрировать Дональду Трампу, что он очень серьезно настроен выполнять договоренности, которых они достигли в Сингапуре. Вот только заявлять об этом открыто как-то не к лицу, раз его страна США врагом считает, вот и отделывается намеками. Еще один прозвучал в эфире китайского телевидения, где, рассказывая о визите на празднование в Пхеньян, спецпредставителя главы КНР заявили со ссылкой на слова Кима, мол, в Северной Корее твердо придерживаются договоренностей и уже даже меры приняли. Все это дает надежду, что корейский конфликт, когда опасность того, что Пхеньян начнет войну, была реальной, наконец-то идет на спад. Похоже, санкции сработали, и Ким действительно согласится остановить испытания в обмен на финансовую помощь. Ну а Белому Дому это позволит хоть немножко подтянуть просевший в последнее время из-за скандала в президентский рейтинг. Ведь с этим не поспоришь, как-никак. Переговоры с Кимчененом – это личная заслуга Дональда Трампа. И сосредоточиться на том, что сейчас для республиканцев самое главное – в предстоящих парламентских выборах, которые станут в том числе и тестом, способен ли Дональд Трамп во второй раз занять свое кресло. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала «Интер». Брюссель и Вашингтон хотят реформировать Всемирную торговую организацию. Сегодня состоялся первый раунд переговоров, у которых ранее договорились Дональд Трамп и президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Елена Абрамович знает детали. Идея Дональда Трампа сделать Америку снова великой едва не привела к новому мировому экономическому кризису. Американский президент увлекся повышением торговых пошлин для Китая, Канады и Евросоюза. Те применили ответные меры. Тарифы росли как снежный ком. Если в начале года США ввели пошлины на 18 товаров, то до сентября их насчитывалось уже 10 тысяч. Снимать напряжение в конце июля к Трампу полетел президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. В СМИ шутили, что он взял с собой цветные карточки, чтобы объяснить Трампу, что Штаты не проигрывают от торговли с Евросоюзом. В ходе встречи Юнкера и Трампа было решено создать специальный комитет, который продолжит переговоры, и это стало прорывом. Теперь в Брюсселе даже перестали употреблять слово «война». Это просто пересмотр торговых отношений ЕС и США, объясняют еврочиновники. Стороны хотят реформировать ВТО, плюс снизить пошлины на промышленные товары с обеих сторон. И это сотрудничество ни в коем случае не должно напоминать трансатлантическое партнерство. Над которым работал президент Обама. Думаю, для Трампа важно, чтобы это было его торговое соглашение. Ведь он считает, что предыдущие договоренности плохие, так как они были достигнуты за время работы администрации Обамы. И у Трампа есть все шансы выйти из этой войны победителем. Сейчас в Евросоюзе пошлины на американский автопром значительно выше, чем в Америке на европейский. 10% против 2,5%. И Брюссель уже предлагает их обнулить. Если Вашингтон сделает то же самое. Напомню, именно после разговоров о пошлинах на автомобиле Трамп начал торговую войну и грозился вообще в 10 раз поднять тарифы на европейские машины. Но теперь, когда Брюссель согласен на все, он говорит, что этого мало. Чем завершился первый раунд переговоров торговых представителей США и ЕС пока не сообщают. Но экономической катастрофы уже не будет, уверяют экономисты. Из Брюсселя Елена Абрамович, Вадим Сверидонов, подробности. Европейское бюро телеканала Интер. Воры-альпинисты обокрали квартиру замминистра экономического развития Максима Нефедова. Пока чиновник отдыхал в США, злоумышленники спустились с крыши высотного здания прямо в его квартиру. По данным источников издания «Украинская правда» из квартиры Нефедова в Печерском районе столицы вынесли две пары часов, а также украшения его девушки. Калуш уходит под землю. Город находится над заброшенными соляными шахтами и в любой момент может провалиться. Местные власти обещали ограничить движение многотонных грузовиков. А вот сдержали ли они свое слово, узнаем от моих коллег. Мы тут ремонт робили, может, роков три. Все уже снова потрескали. Ну, вот это можно увидеть. Владимира Николаевна показывает свой дом. Говорит, не успевает латать трещины. Только с одними справилась, появляются новые. Жилище проседает, в подвале собирается вода. Откуда побудована дорога начала подходить сюда вода? До того, твоей воды тут не было. И вот так у меня целый литр стоят двери открытые, там беконечко, чтобы какой-то был трошки протяг и чтобы оно подсушивалось. Все проблемы из-за грузовиков. Когда в городе проложили дорогу и отремонтировали мост, фуры начали ездить здесь круглосуточно. Из-за чего проседают грунты, разрушаются дома. Это часть Калуша построена над заброшенными соляными шахтами. Глубина некоторых достигает 50 метров. Люди неоднократно просили городские власти запретить проезд грузовиков. Две недели назад позвали на помощь журналистов. Мэр на камеру пообещал решить эту проблему. Но большегрузы продолжают ездить. Вы не видели, что вы ездили в полнерс? Все, что обещал, выполнил, уверяет городская голова. Запрещающие знаки установлены по всей дороге, но водители их игнорируют. Все предупреждения, что мы говорили в предыдущий раз, знаки поставили. Зранку полиция следует, вечером еще, скажем, наши события, такие, что они нехтуют знаками. Я думаю, что есть очагальник полиции, и он обратит внимание, что вечером так же они контролировали. Одними дорожными знаками вопрос не решить, уверены люди. И просят мэра прибегнуть к более решительным мерам. Просил Владу бы поставить омежочную высоту для высокотоннажного транспорта, для фур, чтобы она не могла проехать. Сам решить этот вопрос, уверяет городоначальник, не может, ведь цена вопроса почти 200 тысяч гривен. Но обещает вынести его на рассмотрение сессии горсовета. Андрей Кровец, Жанна Дудчак, Зиновия Автонас. Подробности, телеканал Интер, Ивано-Франковская область. Эко-катастрофа Поднепровский. Как местные фермеры портят жизнь соседям, и почему селяне считают, что свиньи вне закона, узнаем от Елены Миндалюк. Визг свиней Ирина слышит каждый день. Ее сосед, фермер, разводит свиней и коров. Уже полгода женщина не может дышать ни на улице, ни в доме. Воздух насыщен какой-то гадостью, каким-то ванизмом, они чем-то обрабатывают, дышать абсолютно нечем. За двухметровым забором находится несколько ангаров со скотом. По словам Ирины, это хозяйство незаконное. В конце огорода незаконно выстроен самозахватом еще один ангар, в котором находятся свиньи. Целевое назначение наших участков – постройка жилого помещения и обслуживание придомовой территории, но не разведение фермерского хозяйства. Нечистоту фермер выбрасывает в лесополосу от ангаров. Прокопали несколько траншей, по которым отходы стекают в большую яму, а оттуда – в посадку. Дышать нечем, вы сами слышите. Давно с апреля месяца. Перед приездом журналистов яму и каналы закапывают рабочие. Фермер гостям, мягко говоря, не рад. Все жалобы соседей называют надуманными. И уверяют – в посадку стекают не отходы, а вода. Я не считаю, что я нарушаю. На данный момент 32 головы было. 12 больших, маленькие не считают. Режу себе, для себя я держу, ну и торгу я этим же мясом. У меня есть на это право, что я могу выращивать, могу резать, могу торговать. Местные жители уже засыпали жалобами разной инстанции. Наконец, чиновники приехали с проверкой. Но фермер их даже на порог не пустил. 15 свиней и более находятся на расстоянии 25 метров от жилья. Мы даже не смогли зайти к хозяину и увидеть эту ферму, где находятся в настоящий момент свиньи и коровы. Ветеринарам, экологам и полицейским пришлось пробираться обходными путями. Я вижу отходы продуктов жизнедеятельности животных, говорю, ну вот померять их. Я вижу, что это деятельность, которая не соответствует закону. Инспекторы уехали ни с чем, а местные жители собираются писать очередную жалобу уже в прокуратуру. Елена Мандрюк, Иван Виленко, подробности, телеканал Интер, Днепр. Трудности Брекзита. Сделка с ЕС должна быть готова уже почти через месяц, а прогресса в переговорах нет. Почему соратники Терезы Мэй оставили ее одну и с какими нюансами Британия собирается покинуть Евросоюз? Узнаем от Ирины Ивановой. Все ради безопасности в Европе. Великобритания передумала выводить свои войска из Германии. Издание «Таймс» сообщило, что министр обороны Гевен Уильямс и со стороны России. Он заявил, что Москва сейчас представляет такую же угрозу, как и во времена Холодной войны. Поэтому Лондон отказался от своих планов полностью вывести военный контингент и технику из Германии до 2020 года, как это предполагалось в рамках Брекзита. Сейчас на территории Федеративной Республики базируется британский инженерный полк. Он является ведущим подразделением НАТО для пересечения рек танками на месте разрушенных переправ. И насчитывает 200 солдат, с которыми проживают семьи. Вместе с военными останется и техника машины-амфибии. За британцами будет закреплен все тот же полигон возле города Падерборн и хранилище на 2000 танков. Словом, несмотря на Брекзит, Британия будет придерживаться предыдущего плана в рамках обороны Европы. Сам же процесс выхода королевства из Евросоюза продвигается с трудом. На последних переговорах Брюссель жестко отверг основные пункты предложения Терезе Мэй. Не поддержат его и многие однопартийцы премьера. Около 80 депутатов готовы голосовать против предложенных условий. Похоже на ближайших сборах консервативной партии. В конце сентября лидеру Терезе Мэй придется нелегко. Чтобы вывести страну из Евросоюза, необходимо соглашение, одобренное парламентом. Сделка по Брекзиту должна быть готова до 18 октября, максимум до конца года. Жестко раскритиковал план премьера и бывший министр иностранных дел Борис Джонсон, сравнив предложение Мэй с поясом смертника на британской конституции, за что и сам подвергся критике. Ирина Иванова, Валентин Белич. Подробности Британское бюро телеканала Интер. США угрожают санкциями Международному уголовному суду в Гааге. Как сообщает агентство Reuters, с подобным заявлением сегодня выступит советник Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон. Вашингтон намерен разорвать все связи с судом в Гааге, потому что служители Фемида собираются расследовать преступления американских военных в Афганистане. В администрации Трампа считают, что суд не имеет права преследовать американских граждан, поскольку США не ратифицировали договор, на основе которого был создан этот уголовный суд. Неизвестные сокровища в Египте открыли для посетителей новую гробницу фараона. Почему местные власти возлагают на нее огромные надежды? Давайте узнаем. В 70-летие об этом месте в древнейшем некрополе Мемфиса, столице Древнего Царства, знали только археологи. Отныне гробницу, которой почти 4,5 тысячи лет, открыли для посетителей. Владелец роскошного захоронения был некогда влиятельным человеком, приближенным к фараону. Захоронение принадлежит влиятельному чиновнику по имени Меху. Он был визирем, главным среди судей и управляющим во дворце фараона Тети, первого правителя 6-й династии. Чем особенно эта гробница? Во-первых, в ней можно увидеть великолепные росписи, например, с изображением крокодилов. Это уникальные рисунки. Во-вторых, мы нашли иероглифы, которые раскрывают историю жизни этого человека. Археологи выяснили, у Меху было 48 титулов, и все они высечены на камне у входа в усыпальницу. Помимо надписей, на стенах гробницы сохранились яркие изображения сцен из жизни древних египтян. Сбор урожая, охота, акробатические танцы, жертвоприношение, производство папируса. Посетив эту гробницу, вы никогда ее не забудете. Эти цвета на стенах, они почти не изменились со временем, хотя прошло 4,5 тысячи лет. Здесь прекрасные росписи, интересные зарисовки из жизни Меху, его сына и внука. Нынешняя власть Египта всячески пытается возродить интерес к историческим памятникам и привлечь туристов. Ведь после беспорядков 2011-го желающих посетить страну стало меньше. Туристы должны иметь возможность увидеть наше культурное наследие. Именно поэтому мы открываем гробницы для посетителей, приглашаем журналистов. Хотим показать, что в Египте безопасно. За последние несколько лет мы открыли десятки музеев. В усыпальнице планируют установить специальное освещение, а над древними рисунками – защитное стекло. Археологи реставрируют еще несколько находок, которые нашли в этом году. Это захоронение в Гизе, а также некрополь в городе Эль-Минья, расположенный к югу от Каира. Там на глубине 8 метров обнаружили 40 саркофагов и 17 сохранившихся мумий. Анна Филь, подробности, телеканал Интер. Глава американской медиакомпании CBS Лес Мунвис ушел в отставку после обвинений в сексуальных домогательствах. Кроме этого, из его выходного пособия вычтут 20 миллионов долларов. Эту сумму CBS перечислит в поддержку движения против сексуального насилия. Накануне издание «Нью-Йоркер» опубликовало статью, в которой 6 женщин обвинили Мунвиса в недостойном поведении. Сам Мунвис все претензии в свой адрес традиционно, как в таких случаях и бывает, отрицает. В США пролился денежный дождь. Британцы хотят работать только 4 дня в неделю, а на юге Африки выпал снег. Обо всем этом прямо сейчас. В США во время футбольного матча с вертолета на зрителей сбросили 5000 долларов. Необычную акцию для своих болельщиков устроил футбольный клуб «Лас Вегас Лайтс». Таким образом, команда хотела поблагодарить преданных фанатов за поддержку. А кроме того, привлечь новых болельщиков, чтобы больше людей смотрели игру на стадионе. Под денежный дождь выбежали две сотни фанатов. В Великобритании предлагают сократить рабочую неделю до 4 дней. Предложение озвучила генеральный секретарь Британской Федерации профсоюза Фрэнсис О'Грейди. По ее мнению, это оптимальная нагрузка для человека в неделю. Остальное должны компенсировать высокие технологии. Ранее следователи из Университета Западной Англии заявили, что деловая переписка по дороге в офис также должна считаться частью рабочего дня. Акулы-летуны, драконы и медведи во французском городе Деп прошел ежегодный фестиваль воздушных змеев, самый масштабный в мире, как утверждают его организаторы. Его проводят уже 20 лет. В этот раз в действии приняли участие любители воздушных змеев из 40 стран. В небо запустили сотни воздушных творений, всевозможных цветов и размеров. Фестиваль продолжится до конца недели. В Южноафриканской республике выпал снег. Холодный фронт накрыл юг страны и вызвал необычные для этой местности осадки. Местные жители наперебой выкладывают в соцсетях снежные фото и видео. Фотографируются на белом фоне и лепят снеговиков. В белом плену оказались и жители саванны, слоны и жирафы. Из-за снегопада в регионе перекрыли часть дорог. Пострадал ли кто-то от стихии, неизвестно. Лондонская неделя моды впервые пройдет без меха. Такое решение приняли в Британском модном совете после опроса дизайнеров, принимающих участие в нынешнем показе. Еще раньше всемирно известные бренды отказались от использования этого материала в своих коллекциях. Защитники животных надеются, что примеру лондонских Fashion Week последуют и другие. В июле члены британского парламента призвали ввести запрет на продажу меха в стране. В США выбрали Мисс Америки 2019. Ею стала мисс штата Нью-Йорк Ния Франклин. Девушка по образованию композитор, полученный при стипендию на обучение в размере 50 тысяч долларов, потратит на то, чтобы стать еще и оперной певицей. Говорят, что музыка помогла ей преодолеть дискриминацию в школе из-за темного цвета кожи. Нынешний конкурс Мисс Америка особенный. Впервые за 97 лет из него убрали дефиле участниц в купальниках. Таким образом, организаторы решили подчеркнуть, что это конкурс не внешних данных. Вместо дефиле конкурсантки задавали друг другу вопросы. Это все новости на сегодня. Нескучной нам всем недели. И до встречи завтра.